Казанский Зенит в Новосибирске Вообще декабрь и январь месяц у нас будут очень напряженные, терпим, пока где-то получается, где-то не получается. Но на этот раз уже против Локомотива, который ударно начал нынешний СИЗО. В отличие от прошлого, в котором железнодорожники вылетели в первом же раунде плей-офф и заняли седьмое место. Неудивительно, что летом команда Пламена Константинова сменила бригаду связующих. Вместо Экши и Лукьяненко теперь пасует Максим Шульгин и единственный чемпион мира 2018 года в мужской суперлиге поляк Фабиан Джижга. Плюс отметим уход Лукаша Дивиша и Михаила Щербакова, которых призваны заменить серб Марка Ивович, экс-капитан казанского Зенита Николай Апаликов и главный забойщик Лока в нынешнем сезоне Константин Баку. Хорошие игроки, два сборника, польский связующий и серб. Хорошая, добротная команда, с которой придется завтра биться, не на жизнь, а на смерть. Эти изменения позволили Локомотиву одержать шесть побед в семи матчах чемпионата и находиться при этом на второй строчке в таблице. Правда, чемпионат России теперь единственный турнир, в котором участвует Лока. Железнодорожники в прошлом сезоне не пробились в Еврокубке, а в ноябре заняли второе место на домашнем полуфинальном этапе, уступив путевку в финал четырех Санкт-Петербургскому «Зениту». Не играли пока с лидерами, но завтра у них будет первая проверка. И для нас, так же, как игра с одним из фаворитов, хоть и говорят, там матч за два очка, но в общем-то в нашем чемпионате сейчас на данном этапе любой матч он важен. Надеемся, вы не забыли, что финал четырех Кубка России пройдет в Казани уже на следующей неделе 14 и 15 декабря. Мы ждем вас на решающих матчах в центре волейбола Санкт-Петербург. А пока вернемся в новосибирский дворец спорта 7. Из-за классических зимних новосибирских пробок зенитовцы немного опоздали к началу своей тренировки. Но это вовсе не смутило команду Владимира Олегна, которая в полном составе и с большим желанием провела полуторачасовую тренировку. А это значит, что завтра любой из 14 волейболистов будет готов помочь команде. Любопытно, что в составе «Зенита» сразу четыре игрока выступали за новосибирский «Локомотив». Это экс-капитан Александр Будьков, Артем Вольвич, Алексей Самойленко, а также Андрей Сурмачевский, который играл за молодежные команды в Новосибирске. Ну, сегодня, кстати, довольно-таки все были бодренькие. Связано с тем, что много сейчас времени провели в кровати, немножко соскучились даже по движению. Была неплохая тренировка. Матч первый и второй команд российской Суперлиги. Казанский «Зенит» в гостях у новосибирского «Локомотива». В битве за лидерство мужской Суперлиги. Кто окажется на вершине, вы сможете узнать, включив прямую трансляцию на телеканале «Матч. Игра», а также на интернет-порталах tvstar.ru и sportbox.ru. 8 декабря в 12 часов по московскому времени. Наш выбор пал на небольшой сквер рядом с улицей Чеплыгина, где находится памятник Владимиру Высоцкому. Именно здесь, на аллее бардов, мы оставляем наш подарок. Подсказка сегодня музыкальная. Именно с именем этого человека связана вот эта песня. А я вас предупреждал, не сидите в интернете. Предаю всем привет тем, кто в Берцах. Осталось немного. Солнышко пригреет лучикам, и в ушко помашет прутикам. Домой, домой, пора домой.